Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Еще один ответ, видео ответ на вопрос. В каком виде лучше высаживать рассаду, в цветущем или нет? И почему? Но это опять разговор о том же самом. Я недавно, недели две назад, снимала видео, как должна выглядеть стандартная рассада при высадке в грунт. И говорила, что на ней должно быть, в зависимости от сорта, от 6 до 10 листьев, и цветочная кисть, вот так вот, хорошо сформировавшаяся, выдвинутая, но не расцветшая. Потому что все специалисты сходятся в одном мнении. Нужно высаживать рассаду и томаты, и перцы до цветения. Вот такие бутончики у вас. Вы высаживаете, это очень хорошо. Когда вот так цветет рассада, это уже не очень хорошо. Почему? Потому что ясно, что цветение, это очень важный процесс в жизни растения. Оно забирает очень много сил. Все питательные вещества томат бросает сюда, на цветение, потому что тут же сразу начинается формирование маленького плодика. И если в это время мы еще выдернем его, ну как с привычной его среды откуда-то, особенно если в лотке, если с повреждением корневой системы, мы выдернем его, оборвемся корни, пересадим, и растение, как вам объяснить-то, не будет знать, куда кидать свои силы. То ли на формирование, на цветение, на формирование плода, то ли на восстановление корневой системы. Естественно, вот этот разброс и туда, и сюда, и получится никуда. То есть растение сильно затормозится в росте, и говорят всегда, ну кто-то, кто делает испытания, что у такого растения плодоношение отодвигается на неделю или даже две. Но, если у вас зацвела рассада, которая выращивается в стаканчиках, то есть закрытой корневой системы, если вы его пересадите без ущерба для его здоровья, то есть не повредите корешки, польете сразу, заглубите, ну оно почти что не испытает стресса, то ничего страшного в этом нет. Я вот одну помидорку высаживала, я, конечно, стараюсь всегда высадить до расцветания, но одну помидорку я высаживала с цветущей, кистью с одной, одна была, один цветочек всего, и сейчас он благополучно завязался, и висит маленькая помидорка. Так что это все зависит от ваших условий, как вы высадите, куда вы высадите. Если будет сильно жарко, и корни вы повредите, то цветы, скорее всего, засохнут и отпадут. Вот еще поэтому рекомендуют не высаживать с цветущими кистями, потому что вы потеряете первую кисть. Если вы высадите в фазе бутонизации, она как раз придет в себя, за три дня оно приживется, и потом, если зацветет, то все цветы будут целые, невредимые, никакие не опадут. Так что если ответить на вопрос, с какой лучшей рассадой, цветущей или нет, то однозначно лучше с нецветущей. Растения должны зацвести в грунте на постоянном месте, и цветение должно происходить без стрессов, без различных. Когда растение уже укоренится, оно будет сильное, здоровое, и тогда цветение, все силы оно сможет бросить на цветение, и цветение пройдет безболезненно, сформируются плодики, все оно опылится, вырастет помидорка, все. На этот счет, если по другим вопросам специалисты часто расходятся во мнении, то здесь все говорят в один голос, лучше не цветущую высаживать. Все, вот это и мой вопрос, ответ на вопрос, и ответы всех специалистов, почти всех, вот сколько я читала, и научные статьи, и всякие просто посты, кто выкладывает, кто занимается этим, лучше до цветения. Все, до свидания.